Здорово, народ! Продолжается Dota 2 Champions League. Вернее, сказать, завершается. Уже осталось всего два дня и всего шесть матчей. Ну а мы сегодня открываем, как всегда, очередной игровой день здесь, в студии. Со мной Джем, со мной Смайл. Они, кстати говоря, вчера закрывали день своим комментированием. Потрясающие катки были. Невероятные. Комментирование было. Потрясающие комментирования. И комментирование тоже было невероятное. А что там было такого? Морф, который фармит 40 минут. Драки бесконечные, но с промежутком в 40 минут так же. Между каждой дракой. То есть, ну, примерно так. Ну, хорошие катки были. Ну, великолепные. Великолепные. Что не матч, что легенда. Да. Классно было. Да, и это вчера еще 2-0 закончилась. Последняя серия могла быть такая полноценная. Бо-3 жесткая. Я предлагаю взглянуть на самом деле на сетку, для того, чтобы понять, что у нас вообще происходит. Осталось совсем немного. Брейм, но ссори. Сегодняшний матч дня, можно так сказать. Финал верхней сетки. Также на параллельной трансляции сейчас. Вернее, не сейчас, а в 4 часа. Сухарики Ареда Тандерс. И Гамбит и Спортс Чиллокс. Прямо сейчас. Прямо здесь. Матч нижней сетки. Хотя, на самом деле, в принципе, Гамбит ожидал я больше увидеть по верхней сетке идущих. Но они столкнулись с Брейм. Не все там было просто. Легендарная третья карта тоже с Клинксом. Та самая. Легендарная третья карта с Клинксом и Думом. Против Дума, да. Ну да. Да. Эмбер Клинкс против Дума. Дум, который уничтожил всех и переиграл. Но больше всех уничтожил Спарта на Шадошамане, который просто забожил. Да, да, да. Круто играл, действительно. Там постоянно подбирался. Даже без блинка умудрялся выдавать крутые хиксы. Ну, стоит заметить, что у нас верхняя сетка немножко несбалансированная получилась. Потому что, если смотреть, например, на игры Гамбит и Брейм, ты понимаешь, насколько сильна разница между словно на Уссори и Сухарики, которые также в верхней сетке находились. Такое бывает. Да, да. И сейчас плюс-минус забалансилось все. Но, по идее, в противостоянии Брейма с Сори, мне кажется, у Брейма крайне великие шансы пройти в гранд-финал. Довольно легко. Вчера предиктил как раз гранд-финал. Это Брейм против Оренда Тандер. Оренда Тандер. Оренда Тандер. Оренда. Оренда Тандер. Оренда. Оренда. Ну, видишь, какая ситуация? У нас Рунитерс вышли с первого места в группе. Но потом проиграли на Уссори. И все. И сетка уже сразу вот получилась такая немножко. Хотя, с другой стороны, Рунитерс вроде бы круто играли, но вот чего-то им какой-то стабильности не хватало. Да, да, уже неоднократно говорили про то, что команда, она такая хаотичная достаточно сейчас. То есть, это уже не те V-гейминг, которыми восхищались мы там три или четыре сезона назад. Которые у нас были сначала топ-2, потом выигрывали. Да, потом выигрывали. Были мои любимчики, да, в старом составе. Я за них хайпил. И я вот вчера верил в них, там, предиктил и так далее. Но в итоге зря получается. Но надеюсь, что ребята найдут свою игру. У них как-то вот из крайности в крайности. То густо, то пусто. У них то прям все идеально исполняется, кнопки нажимаются, идеальное решение. По макро принимается то в общении. Такое ощущение, что даже в Дискорде не сидят и просто играет там каждый сам по себе. Как будто в паблик зашли. Да, да, как будто у них там... Это же у них вчера были такие драки по everywhere. Да, 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 да. Марс где-то в одной части дерется с двумя, а тут у нас около Рошана другая часть команды дерется. Ну, не типичный. В общем, да, что-то типа того. Так что, да, V-гейминг, к сожалению... Ну, они уже у нас теперь... Рун и Трис, да. Мы надеемся увидеть их в следующем сезоне. Главное, не расстраиваться. Все будет хорошо. Главное, продолжать играть в ДОК. Ну да, и держаться за своих игроков, которых вот у них тягают-тягают. Ну, Мелоди вернулся, получается, да. Ну, вот теперь с третьей позиции есть некоторые вопросы. Читаю нашу бегущую строку. Пытаюсь понять, что там... Строку. Строку. Пытаюсь понять, что там есть интересного. С крутыми хайлайтами и розыгрышами у нас группа. Но у нас опять типа... Никс назвал на весь слабой командой. Кто-то там назвал кого-то слабейшей командой. Может быть, уже пора нам кого-то начинать называть. Чтобы нас цитили, цитировали, в строку добавляли. Чтобы нас добавляли в строку, да. Что-то приехать вот после стремца, написать такое едкое, да, и чтобы потом приехать сюда на следующий день, и это было уже в бегущей строке. А, мне, кстати, сегодня InMate скидывал парочку багов новых. Ну, одни уже не особо новые, и о них известно было вчера. Они какие-то странные. Баг с Зевсом. То, что у него прыжок не увеличивается за счет линзы, но увеличивается за счет телескопа. То есть, по идее, одна и та же механика, но работает по-разному. Что-то там было с Винтер Виверной. И еще какие-то... А, у меня же с собой есть замечательная вещь, в которой я могу все посмотреть. Какие-то вчера еще были баги, обнаружены такие очень странные. А, ну, в принципе, все. А, ну и Рубик, который может с Шардом... Правда, непонятно, баг это или фича лайфдрейнить из варда Пугны. Ну, то есть, как, Пугна с Шардом лайфдрейнит из своего варда по всем, кто стоит в округе, Рубик может применить лайфдрейн на ее вард, что, с одной стороны, вроде так не должно работать, с другой стороны, довольно интересное получилось. Но, наверное, это баг все-таки из вражеского... Все еще бета. Все еще бета. Я вспомнил старую добрую комбинацию еще, которую Гоблак там где-то в Империи применял довольно часто. Он любитель был таких комбинаций. Гоблак Дота без станов. У них был Андайенг и Пугна. И Андайенг ставил Тамбу, и чтобы нельзя было разбить ее, Пугна закидывал в декрит. Это было, да. Это был имбаланс какой-то. Да, и тогда, по-моему, тогда еще нельзя было хилить Тамбу, но вот как раз-таки то, что она была в декрипе, она, в принципе, была неприятная, и ее там не всегда хотелось разбивать. Но вот соперник собирается вокруг нее, только начинает бить, она кидается в декрип, уже ты не можешь отступить. А ты ее диффузишь потом? Диффузишь? Да, раньше же можно было. Я, кстати, не уверен, что Тамбу можно было диффузить. То есть декрип на нее вешал? Нет, ты диффузишь декрип с Тамбы и разбиваешь. Такое можно было делать? Жесть. Вместо с героем можно, то почему с тобой нельзя. Ну, не знаю, как-то... Можно был герой, ну, репел диффузился, големы диффузились наполовину. Да. Ну, раньше, если кто не в курсе, там, кто new fuck в доте, как говорится... Диффуз работал мощно на сумманов. Да, да, и у диффуза было две стадии. То есть первая 8 зарядов, и вторая 8 зарядов, если не ошибаюсь. Да, да, два рецепта. Ты еще, причем, сначала собирал первую, специально не собирал вторую, не грейдил, просто тратил их. И потом, когда у тебя заряд заканчивались, обновлял, собирал вторую стадию. В общем, была такая красноватая иконка у вторых диффузов. У первых она синяя стабильна. Я помню, что в какой-то игре Пупей на Никсе играл, и он купил диффуз, чтобы хекс диспелить со своих. Тогда еще и так это работало. То есть, как вы понимаете, механики были совсем иные. Сейчас, конечно, уже достаточно давно диффуз диспелом не обладает, потому что эта механика... Но она слишком... Она не должна была там вообще находиться. Диффуз — это не тот артефакт, который... Это, опять же, почему так получилось? Потому что диффуз обладал способностью шамана орковского из третьего Варкрафта. Пуржа. Ну да, пуржа. А пурж — это замедление до нуля и диспел. Вот и все. Сатиры то, что бросали как раз тоже. Эти нейтральные крипы. У сатиров тоже был пурж? Да. Его не потом добавили? В третьем Варкрафте нет. Мы тоже приходили у них тоже. О, я не помню насчет сатиров, но я точно помню, что вот у шамана был. В общем, все механики, все баги, вот эти имбалансные штучки, которые есть, фишки, они все из третьего Варкрафта. Лип Бэйна. То, что он дает на секунду неуязвимость, это, опять же, механика, слипа. Как же этот герой назывался? Дредлорд, который как... Баланар. Как баланар выглядел, да. У него был слип, который на секунду давал неуязвимость. А если ты пытался разбудить, ты также засыпал, соответственно, один юнит, другой просыпался. Ну, короче говоря, все это заимствовано было оттуда. Но с тех пор, конечно, много всего накрутили нового. Так, у нас Гамбит Чиллокс. У нас Гамбиты, которым постоянно вот чего-то не хватает, мы вчера как раз обсуждали это в комментировании еще. Я помню, что я заканчивал обсуждение этим, что вот постоянно у них какой-то вот встречается соперник, который их переезжает где-то. Они несколько раз уже были в шаге. На прошлом сезоне они были не просто в шаге, они были в одной карте от того, чтобы стать чемпионами, но их ББ переиграли со счетом 3-2. В итоге у нас Гамбиты заняли второе место. И вот они опять, и вот они играют против Брейм, и вроде бы почти, но нет. Это та команда, которой не нужно ничего придумывать. Вот если они будут играть просто дефолтом, в мету, они будут переезжать всех. Если они будут начинать делать какие-то фишки, заимствовать героев из каких-то регионов и так далее, у них перестанет это все получаться. Они одни из сильнейших здесь, и вполне возможно, на первое место претендуют до сих пор. Не, ну все еще за гранд-финал Гамбит против Брейм, как говорится, чтобы они бились. Когда появляются Клинкс и вот эти вот непонятные, еще что-то там, какие-то непонятные стратегии, тогда все сразу... Серега за Тандеров, как говорится, я-то за Гамбит верю, что у нас в гранд-финале с Бреймами сойдут все. Но так-то Чилокс, для них оппонент как раз-таки по зубам, если так можно сказать. Хорошие баны против Чилокс сделали, опять же, метовая пугна, и вот этот Коттл, они этого Коттла пикают на регулярной основе вот в трех последних играх как раз по этого плей-оффу по нижней сетке из четырех. У них был распик на первую стадию Коттл плюс Антимаг. Почти все игры... И две из них были выиграны. Две из трех были выиграны. Коттл плюс Антимаг, да. Мы помним эту игру первую с Сурсой, не очень удачную, а вторая там нормальная была. Вторая хороша. Антимаг был солидный. Как раз против Ронетерс они играли. Вообще Антимаг такое, конечно. Возвращение Антимага в Доту. Я вот видел, что LGD игра с Антимагом весьма активно. Там Ами, извините. Ну, не, ну, слушай, когда... Он персонажей. Я думал, что когда у тебя есть возможность стакать уже Диффуза на Антимаге полноценно с твоей пассивкой, что он вообще как бы... А ему не нужны даже. Это да, это правда. На самом деле оказалось не нужны, потому что вот как-то все пропустили, что у него вот это процентное сжигание оно так много дает. На каком-то супер темпе бывает. Ну, конкретно Сами там вообще же он сказал, что они Астером проиграли в верхней сетке, потому что как-то что-то там страдали фигней и так сильно разозлились из-за этого, что решили их просто уничтожить в гран-финале. Да, и он сказал, что если бы ногой играл, он бы там обыграл. Не, он типа на одной из... На последней карте, на третьей, он чувствовал, ну, типа настолько уверенность в себе, что вот именно он играл бы... Если бы играл бы ногой, он все равно бы их обыграл. Себеев в своем герое. Он жесткий, когда захочет, скажем так. Между прочим, человек, про которого говорили, что он тянет LGD на дно, с тех пор из LGD ушли все, кто не тянул на дно LGD, остался тульками, и LGD внезапно в топе. Ну, вот так оно и бывает. Там какой-то рекорд сегодня был, да? 1400 очков в LGD. В цикле, по-моему, в этом. В DPC ты имеешь в виду? Да, да, они на рекорд идут вообще. По-моему, хотят максимум. Ну, слушай, тут очень тяжело сказать рекорд не рекорд. У нас же система вся напрочь сбита из-за... Нет, они типа могут максимум набрать максимально вообще... Ну, суть в том, что... Суть в том, что да. Суть в том, что они не могли бы набрать больше, потому что они пока что собирают все, что есть, и их могут опередить только Spirit, если займут топ-2 или топ-1 на мажоре. А так они... Ну, и в любом случае нужно понимать, что даже если математически они еще не проходят, то, скорее всего, на самом деле они уже на Инте с таким количеством. То есть их должны опередить 11 команд, 12 команд даже, чтобы... Ну, это нереально, это невозможно. Это должна быть какая-то невероятная... Я, кстати, не чекал еще вот эту таблицу, но мне кажется, ее еще и рановато чекать в любом случае, потому что еще непонятно, по каким правилам DPC будет доигрываться, что будет в каком регионе, как там будут разыгрывать очки, это все не ясно. Chilox забирают себе Ember'а без котла, забирают себе также Operation'а. Интересный довольно выбор, аппарат просто... Просто какой-то аппарат. Как-то вчера же уже был аппарат против Виверна. Против Вентервелл. Да, уже такое же было, да. Вчера так играли, и, насколько я помню, Виверна проиграла вроде по итогу. Я могу ошибаться. У вас вчера была Виверна с Фениксом там? Виверна, да, была с Фениксом. Димон там все это говорил, зачем, зачем, для чего. Да нет, в ColdFit он хорошо работает. Да, но там... В ColdFit в Cold Embrace. В Cold Embrace это обоюдоострый меч по итогу был, потому что ты вроде бы с одной стороны сэвишь героя, с другой стороны ты заставляешь его на месте стоять своего союзника и открываешь... Да, там Тинни Гангать приходил. Да, под фу прокаст. Бросали своего тиммейта в Cold Embrace, и Тинни такой вот... Ну ладно. Ходил, посмотрел на часы, и ножка такой топол, и говорит, все, пора. И рассказ дает Эволан Чтос, и убивает. И все. Джаггернаут. Ну, Захила много у Гамбит уже. Ну, это все дело контрит-аппарат, если попадает из властом. Но все-таки, мне кажется, Виверна и Джаггернаут это герой не только про Захил. Джаггернаут здесь очень хорош. Единственный герой, который вы можете остановить, это Shadow Shaman, опять же. Вот Instant Hickstone. Если он будет работать против Джаггера, то да, это будет неприятно. Против остальных всех скиллов у него Blade Fury прям великолепно работает. Кстати, интересно тоже посмотреть, если, допустим, Чиллокс дойдут у нас и встретятся когда-нибудь с Брейм. То есть получится Maybe Next Time против своих бывших тиммейтов. Потому что он прям... Вот я каждый раз, когда смотрю на него, мне хочется сказать, о, да это же те самые греки. А потом я понимаю, что нет, те самые греки у нас. Брейм скорее. Но он тоже, он был в их составе. Был. Там три человека, по-моему, осталось. Это Таг, опять же, Спартан и четвертый. Спартан так, а кто у них четвертый? Третий, третий, третий чувак. И два, две замены. Maybe Next Time. Сейчас вспомню. Вот, собственно, был в том составе золотом. Maybe Next Time еще, да. Плюс один. Очень сложные вопросы с утра. Это, если кто не понимает, что мы пытаемся вспомнить, состав топ-2 бостонского мейджора. Адефинем или? Адефинем. Адефинем, да. Невероятный их перформанс, тогда всех удививший. Они прям тогда проперлись, скажем так. Очень жестко. И проиграли кому? OG? Да? Да. На Бостоне. Мне кажется, на Бостоне... По-моему, OG. Ну, либо OG, либо EG. Не, наверное, OG. OG тогда они как раз мейджор выбирали очень плотно. Ладно, я не удержался. Мне стало слишком интересно, кому они подозревали. Мы пока подумаем с Серегой, чем закрывали будут команды. Что у нас получается слева? Нам не хватает, по идее, Кора? Тройки. Тройки или кэри? Или это все-таки или тройки ЦК, или кэри ЦК? Вот чему вопросу. Ну, ЦК здесь великолепно чувствует на первой позиции. Опять же, Джиггерноуту нужно будет идти через Battle Fury. Хотя... Да, OG выиграли. Состав-то какой? Вот еще. Вот. Ну, а справа у нас мидер для Gambit нужен. Судя по всему, да? Если это, конечно, не Марс мид внезапно. Skylark и Мадаро еще. А, вот. Точно. А еще у них было... Ну, Мадаро, так, Skylark, maybe next time, Spartan. Да. Что получается? И некоторые тренеры Skunks 2-24. Нет, этого мы не знаем. Вот этого я не помню. Да, действительно. Знаете, кого они обыграли на бостонском мажоре? Давай. DC, Newbie и LFY. Вот это да. Вот это они нормально бахнули. На самом деле, LFY так вообще тогда были... Единственное, что я помню с бостонского мажора, потому что мы кастили в Сорочанах. В Сорочанах. Это квалы мы кастили. Да, да, да. И я запомнил это хорошо, потому что мы с Димоном сидели ночью, кастили катку Envy. Это легендарный момент с Рошаном, где Envy на инвокере бил. А я Димона привозил тогда труселя из дома, потому что он переезжал, и у него все трусы украли. А там был момент, где Envy на инвокере пошел на первом или на втором левеле бить Рошана, по-моему. В общем, какой-то он маленького левела был. Танковал форджами, кайтил, что-то порядка трех-четырех минут это происходило. В итоге на ЛОХП Рошан его убивает, он делает байбэк и кидает в него сонстрайк. Да, только между байбэком и сонстрайком на Рошан заходит соперник, забирает Рошана, а если сонстрайк влетают уже в пустое место. Да, Луна зашла, добилась двух ударов. Да, это был супер. В общем, тот самый антимаг от Чиллокс в очередной раз. Блин, антимаг против Джаггернаута. Верните мне мой 2013-й. Джаггернаута еще нужно старого Джаггера через плюсики с момом и с пассивочкой только на критерии. Этот антимаг работает против всего. Вот единственный, кто хорошо против него смотрится, это Рубик, опять же, потому что он это все ворует и там может его как-то цеплять. Хорошо работает против Колдембрейса, если герой ты сейвишь там, минус мана вся, и там вайда легко убить. Против Джаггера он его всегда перебивает, с ульта не работает Джаггернаута. Опять же, сейчас героя еще нужно на мидл взять, который будет также пытаться этого антимага ловить, но они пака забанили, наверное, один из самых лучших персонажей, который мог этого антимага ловить. Не знаю. Слордар, это мидмарс, Слордар офлейн. Ну слушай, это контроль опять же дополнительный. Плохо, но все равно. У них нормально набирается уже Виверна, Рубик, Марс, Слордар. Короче, мне нравится парень MTD. Он тащер в соло. Вообще, вот в соло закрывает игры. Это даже не на антимага весь расчет, а на этого Эмбер Спирита. Как по мне, вот этот Эмбер Спирит, Гамбитов просто уничтожит в первой карте. Ну вот как раз от него будет многое зависеть, потому что фактически у Чиллокс вот эти четыре героя, они должны развлечь, так сказать, соперника, пока антимаг фармит. Потому что антимаг ничего не умеет в доте, кроме как фармить. Ну и потом когда-то приходит и выигрывает уже выигранную игру. Давайте посмотрим, что нам говорят наши друзья из Винлайн. 1.21 на Гамбит, 3.50 на Чиллокс. Саня, ты что скажешь? Я на Гамбит. Тоже на Гамбит? Я на первый на Чиллокс. На Чиллокс Сергей, Александр на Гамбит, Твинлайн на Гамбит. Посмотрим, что скажут наши комментаторы. Гамбит и Спортс против Чиллокс. Первый матч сегодняшнего дня. Опять же, плей продолжается. Нижняя сетка, удивительно, что и у Гамбит, конечно, драфт хороший, по крайней мере, Слардар. Интересно смотрится против антимага на линии. Ты не ответил на вопрос. Ты на кого? Мне нравится МТД, как он исполняет на Эмбере, по крайней мере, на ВСК. Так, продолжай. Мне нравится антимаг от Плеба, на самом деле. Он забавный. Он забавный. Поэтому я все-таки, наверное, на Чиллокс. На Чиллокс, на антимага. Да. Вера в антимага. Хорошо. Минимальная. Что такое Вера в антимага? Он просто фармит. Что он просто фармит? Ну, он просто фармит. Так. Откуда Вера? А потом? А потом он выходит и ломает башню. Ломает башню? Не знаю. Потом он выходит, получает коррозив хейст, умни слэш и домой. Ну, или так. Не, ну он всегда может нажать контрспел до умни слэш. А, давай так. Если я вот верю во что-то, то я точно верю в аппарэйшн против Винтерверна. Это факт. Второй раз мы видим эту несчастную Винтерверну. Снова появляется аппарэйшн и снова будет, скорее всего, одна и та же картина. Колдом Брейс, а есть Блазд домой. Ну, да. По факту, даже, наверное, его сейф, он в большинстве случаев вот при таком раскладе играет в минус, поэтому очень хорошая перспектива. Учил забрать первую карту. Согромнейшая. Шаду Шаман, опять же, тоже герой, про которого вспомнили под стадию плей-оффа. То есть до этого момента на групповой стадии мы видели его довольно редко. И, в принципе, наверное, Брейм — это первая команда, которая его показала. Герой очень хорош на зацеп. Опять же, да, здесь можно спокойно ловить Джайгера того же самого. Контроль против Интервиверной в том числе. Но, опять же, помешать может в том числе и Рубик тем, что будет забивать Шейку Телекинезом. Посмотрим. Тут встреча может быть. Оунет первый выходит, сразу же получает очки с Артикдорна, крутилка Джайгера и похоже на то, что ЦК здесь погибает. Разблата. Выдал, как надо? Теймой. Легко? Это прям мощное принимало. Да, это на варде. Ну, обычно там ставят варды, что-то все бегают, эти варды сбивают, а тут прям в зерном встали, были вне вижена. И хорошо, хорошо. Так же хорошо, как вот наши мальчики. Суперкрутые обсерверы. Вот, For The Last Time, Beer Monster, стартоплоты. Вот, очередной раз обсервера для вас. И гамбиты начинают уверенно, да, то, что... Я бы обратил внимание на то, что у гамбитов у них идет такая чехарда с драфтами, потому что они постоянно как-то вот резко меняют свою концепцию. То у них там андайнги постоянно взлетают, то они понимают, что эти андайнги уже не очень, потому что всякие медузы, антимаги, они, ну, так сказать, скипают тамбуль и просто ее убивают. Поэтому у нас сегодня гамбит совершенный на пик, они там пришли подготовить что-то новенькое. Да, и мы видим уже начало тысячи преимуществ за гамбит. То есть, грубо говоря, они забрали 4 руны и забрали еще и ферзблат. Это прям идеальный старт пока что. Сейчас, вот я бы обратил внимание на эту линию, потому что антимаг он не любит сладуров на линии. Ну, он любит линию, где его блинг полезен. Он любит на линию, где он сможет задолжить хоть какую-то механику. Ну, и, конечно же, это линия с джиггернаутом, где джиггернаут при любом раскладе нажимает вертушку, а антимаг просто делает блинг аут. В этом случае антимаг себя реализует. Ну, а с ладуровом, что, стоит башит по тулдауну, там блинг он не особо-то и полезен, поэтому линию задолжили, ребятки хорошо, прям крепко. Ну, разбираются в матчапах. Опа! Курьер. Курьерчик подъезжает для ладина и всей его команды. Центральная линия при этом тоже интересная. Марс против Эмберспирита. Марс, который чаще всего у нас ходит именно на сложную линию, здесь оказывается на центральном коридоре. И, опять же, в этом центральном коридоре его ну, может принять Эмберспирит в теории, в том плане, что Эмбер хорошо, довольно против него стоит за счет того, что как-то сильно на самом деле гэцеребит ему особо не мешает. А если копьем так пригвоздит Эмбера, то, конечно, будет неприятно. А так, в целом, еще пожить можно. Мне больше ставлен на Марс. Марс, он все-таки такой полуренж, это первое. Второе, копьем он может выталкивать и донять каких-нибудь нидеренджей. Ну, это да. Марс поприятнее в противостоянии милечников. Тут вот я бы обмедил то, что Винтерверна эта линия максимально бесполезна, потому что Джаггернаут был бы рад увидеть рядом с собой какого-то Шаду Шамана. Там, например, сетка или хекс антимага. Мы крутимся, хотя бы наносим дэмэдж. Сейчас такая ситуация, что если Винтерверн нажимает Arctic Burn, антимаг отходит. Если Джаггернаут нажимает вертушку, то же самое. То есть, одну и вторую механику антимага доджат блинком, и при этом сам антимаг может впадать, если, например, там подставится либо Джаггернаут либо Интерверн. Поэтому вот с криптатом видно, что у него не очень хорошо, да, но там плюс-минус они идут наравне Джаггернауту. Но там Джаггернаут очень скоро не будет маны, и там рано или поздно она станет для него фри. Возможно, Джаггернаут на этой линии стоит качать не вертушку, потому что все равно толку от нее никакого. А что ты тогда? Раньше знаешь, как качали плюсики? Раньше качали плюсики и криты. Ну, это раньше. Да, я помню. А сейчас все изменилось. Пока стоят. Тогда все-таки Москов Мэднс был вот это все. Быстрый выход в скаде какой-то условно оконима не было. Так, тут, кстати, впадение шар. Нацюз ты блинка поймали. Слушай, ты верил в этого антимага, а он подходит, когда нет блинкаута. Ошибочка? И вот теперь уже вертушки такая уж и бесполезная. Кто же знал? Кто же знал, что мужик, который играет на фурнире, где там хорошие призовые джиггернаута без блинка? Правильно? Кто же знал? Кто-то знал, наверное. Знал, по-любому, винтер верный джиггернаута. Опа, минус. Я знаю, что царь лично все сделала. Он очень долго бегал, при этом еще и забрал курьера. Да, ошибочка. Ошибочка. Вот плеба произошла на линии. Прям такая серьезная. Да, если будут происходить ошибки подобного уровня, то кто его знает. Может быть, антимагу на эту линию не стоит приходить, потому что это не изгуд. Тут у нас джиггернаут имеется шансы принести быстрые фейзики с быстрыми фейзиками. Там вообще, возможно, будет ситуация, что антимагу получит тычку на замедлении, он сделает блинка, джиггернаут его догонит на фейзах. Ну, из-за того, что они уже разлухфеданули, тут уже, видите, как происходит. У нас интерверно идет и душит шедуша мана. Давай, антимаг. Опа, 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 опа. Жьем ману. Подтыкать, подтыкать. Получается. Ну, кстати, Найт неплохо его пробивает. Пантомем также без маны. Ладин раскручивает его. Найт пытается. Прыгает Плеб сюда. Ладин. Кулдавн еще 2 секунды до шейков, и нету маны, поэтому он погибает, но при этом и Найт остается здесь один в один против Плеба. Дерется до конца, но опять же отлетает. Нормально, нормально. А можно и за Пантомемом пойти? Вообще, лишний рейсбенд повешал. И этого тоже? Это минус 2, дабл клют для Плеба. Ладно, он реабилтировался. Все, мы его простим. Вернулся. Мы его простим за эту ошибку. Молодец, он наконец-то научился сейвить Блинг. Хорош. Вот тут, тут Слардер. Ну, на самом деле, вот то, что он здесь Хаус Снайт, здесь вот какой-то вариант есть у Хаус Снайта, да? То есть он может с этим Слардером бодаться, там кидать станчики, отвечать криптами. Он не такой беспомощный, как Антимаг. И вот на этой линии происходит самая настоящая борьба. Здесь ударный лайнап с одной и с другой стороны. Нужно вот на самом деле вот этой линии снять. Опа! Флэйм Гуард? А, это Флэйм Гуард? А его сбить нечем. Опа! Вообще, когда до 6-го левела Эмбер Спирит нажимает Флэйм Гуард, у дяди кидать копье. Вообще, да. Кинул копье, все, Флэйм Гуард там бегает и мать живет. Куда он делал? Куда они надевают свои способности? Один нажимает Блинг, второй там куда-то теряет копье. Что это? Что это, мужички? Просыпаемся, просыпаемся. Давайте. Да, первая игра сегодняшнего дня эта разминочная, дает станции, литрин краш, плюс Союз еще рядом есть, поднимает телекинез. ЦК, ЦК погибает. Насколько нужно было отковать именно Славдаром? Если был рядом Рубик, которого можно так же зацепить и гораздо легче забрать. Смотрит, что слишком хорошо антимага на сложной линии, что Шаду Шаман решил постоять в центре. Но в центре у нас находится подушка и принять его довольно-таки сложно. Шаду Шаману было бы здорово вернуться в сложную, они же там недавно минус 2 сделали. Кто его знает, может быть, и не еще раз минус 2 сделали. Да, Джаггера точно так же поймать. Вообще без проблем. Он там что-то бегает, мне вот интересно, что он там бегает? Что он там бегает? Бьют антимага. Мужик, тебе бьют антимага на линии, пожалуйста, пойди, помоги, давай. Что ты там бегаешь? Он бегает без сапога, там погулял, 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 ничего не сделал, в центре пользы особо не принес. Давай, возвращайся на родину. Вот он антимаг, вот давай там. Тангусик, да? Если платочка есть, полечи его, если нет, ну, морально подержи. Сейчас у них снова выходит линия вперед, вот там гусик ему дал, просто стало. И все, и возвращаемся. Антимага ПТ, он готов крушить. Да, уже серьезный такой плеб, на самом деле, на ранней стадии. Что там у Джаггернау, так сказать? Если у него пресс-банд, фазы, ну, да, в принципе, примерно похожая ситуация. Апстики, правда, имеются у Джаггера, а у антимага, по-моему, нет. Да, у антимага. Пошел искать. Пошел искать, кстати, пандомема видят. Артик Берн. Хекс, хекс лишний. Да, зря. Ну, в итоге, интервью равно хорошо разменялось по Манне. И раскачка Ладина, опять же, максит Шейклы, да? Давно мы не видели Шану Шаманов, который максит именно Эзершок. В последнее время только контроль. Стоит же Гернол боится. Максимально далеко с этого. Марс, летит сюда. Ну-ка, Ладин цепляет, при этом Виверну, начинает бить Виверну, взрывает ее, Плеб и уходит отсюда. Правда, арена пошла, Плеб еще копье имеется и погибает антимаг. Састой хорошо зашел. Пойдет, пойдет. Магу убили, уже приятно. Антимаг, так, на стоп, один метр, со, вражеской команде забрать его всегда приятно. И Марс, кроссовчик. Марс, кроссовчик возвращается на центральную линию. На легкой линии мы видим, что Селедка все-таки продолжает бороться с Хаус Найтом. На месте Хаус Найта и Аппаре, лучше всего пить не Селедку, а Рубика. Это как бы в первую очередь просто потому, что он потоньше и расстроиться с ним полегче. Ну, а тут у нас шаманчик нашел интеллиерную и пошел Флэмгуарно-Черной Рост и наваливает, наваливает, наваливает. Golden Rays, MTD, мансует, неплохо. Но... Марс прогоняет. Ты там руну какой-то нашел, кстати, Ember Spirit, по-моему, аркин, Даркин. Найта здесь пока тратит. Блэдфирио вообще на эту поаккуратнее было. А у него мана нет. Когда у него нет мана, он со спокойной душой идет и пилит антимага, так как... А что, антимаг ему дэмэджа почти не наносит. Главное, когда у него есть мана, быть поосторожнее, а без маны вообще плевать. Не, ну, если подойдет какой-то шаман, даст хекс шейкл, его там долго-долго будут бить, потом он авайдом и зарвут, будет неприятно. Тамем, здесь видят его Ember Spirit, MTD привязочка пошла, еще одна привязочка от Ладина. Забирают в интервью Верну. Хороший выход получился от MTD. Еще и маленький кэмп также крадет. Ember Spirit работает. Прогоняет джиггернаута с этой линии, антимаг уже начинает разваливать выше. Слишком хорошо. Когда у антимага вот топ-1 по натуре, он просто стоит и загоняет ражеского кора, это слишком хорошая игра для антимага, слишком хороший старт. И герои такие, что вот пока у Старда не появится блинг или там как-нибудь Остал Марса, это очень тяжело с антимагом. Ладжул летит на топ у нас тем временем коэффициентики от наших друзей из винлайна. А тут пока драка. Марс пригвозил плеба, но плеб уходит на блинке. И MTD также уйдет на Ремненте, скорее всего, хотя его там встречают. Ну-ка, MTD тратит весты, пока не уходит. Еще и на это прессингует. Найт тратит крутилку, а на это погибнуть может плеб-то вернулся. Плеб вернулся, нет арены, нет абсолютно ничего. Взрывает джаггер, но очень рано. У Найта остается еще мана. Не успевает он нажать им не слэш. MTD даже за неупокойный фесты последний. Найт уходит, в итоге фласку нажимает и успевает. Выжить. Меладжул, Меладжул здесь до конца борется. Меладжул, но так же погибает. И MTD, и MTD остался по сути один, потому что вся команда его бросила, понятное дело. Под Т2 лезет такая себе затея. Ну, Чиллокс сейчас сыграли на самом деле знаешь, в стиле Брейм. Пошли там куда-то задавили под Т2, пытались задавить до конца, в итоге выбили телепорты, и вот сейчас открываются на самом деле многие линии. Да, ты можешь пойти в центр вот так вот перетянуться, а здесь уже мэйби нэкст тайм шестого левела на аппарате, кстати. Вообще, это, конечно, крепко, 2000. Это там год, антиманк гонит вражескую команду, на 10-й минуте под Т2 просто загоняет их под вышку и приходится четвертому герою сделать АП, чтобы отбиться от Рейх. Так, забираем? Следующий. Надо бы, надо бы, да. Там станут первого левела. Сейчас болт? А, этого хватит подать класс. Пошел, пошел, пошел. Опа, Винтерскерс. Забьют ли? Он это успевает нажать фантазм, но при этом арена ставится, MTD. MTD не смансовал копьем, но у него опять же есть еще ремнант, который можно подрать в фантомема. И вот висит эта штука, короче, большие проблемы у Мерспирта. Нужно срочно валить, да, потому что у нас слишком много урона физического залетает. У нас по итогу размена на Дима 2 и может быть у Марса получится, да, это по итогу размена на Дима 2. Марс красавчик. Марс вообще, я так смотрю, он по игре вообще во всех моментах успел помочь этой команде. Всегда оказывается в нужном месте нужное время. Тут Джиггернаут бьется сантимагом, Джиггернаут явно разменивается. Плюс возвращается, возвращается Хаус Найт, очень долго Марс стоит на этой линии и самое заболное, что его не хватает рейнджа, ой-ой-ой, не хватает рейнджа, чтобы проспить. МТД вообще без ресурсов, там маны маловато, надо как-то отойти. Ну что, интересный старт получается от Чилокс, прям такой бодрый, постоянно куда-то загоняют героев, активно играют очень, Змейки, кстати, были потрачены, но куда? В центрах? Интересный. Хотелось бы, наверное, в Рошанщика все-таки их тратить, которые у этих Змейки. О, нет, Afterlife, получает, но опять же Пантомим рядом. И Меладжу есть тоже, на подсейве. Обс ставится за вышку, должны понимать, это Чилокс, в теории. Ну, а Палящий здесь не будет находиться, он без из-бласта не особо-то и нужен. И я из-бластом кидаю с большого рейнджа. Они не задефают эту вышку. Да, вышку надо продавать, холстная тоже давным-давно нужно уходить в леса. Антимаг, он там тоже бегает потихонечку подфармливает. Рейдентов хорошо фармят. Рейдентов и ЦК прекрасно фармят, антимаг там очень скоро вынесет БФ, тоже будет нормально качаться. И по-хорошему можно просто купить 2-3 флота на своих корах. Это гамбитам в общем, в идеале бегать и охотиться за их персонажами. Ну и гамбиты для того, чтобы получить пространство сначала сносит ручку и потом медленно заходят в лес. Это первое. И уже потом, потом, когда там купят следующую блинг, у них появляется хороший вариант, чтобы кого-то поймать днем. Потому что вот Марс он бегает днем, он смотрит вот пятерка, вот он Марс, вот он Марс, он не может добраться до пятерки днем вообще никак. Ну вот так просто зонит. Купчиков подрядов нормально. Мелоджу тут еще отвечает и так далее. Да, пока пока у Чилекс все прекрасно. Тимак топ-1 Нетворс, МТД тоже хорошо себя чувствует, но а у гамбит действительно есть некоторые трудности. Да, оунет проседает условно у Чилекс, но это даже не так важно, когда Тимак топ-1 так, ас-бласт неудачно. или подловить. При этом Смоук от Гамбита вот как раз то, о чем ты говорил. Нужно искать, ловить героев, есть арена и, конечно же, хотелось бы найти антимага условного, да, на копье его поймать, продолжить контролем там Тимакинез, Вардар, но в итоге ловят только ладик. Ну, хоть что-то, они хотя бы прогоняют уже нормально. Там, когда наступит ночь будет, то проще, всядочку будет делать и находить героев по одному, но пока ходит где-то, будет активно стрелять. Надо, надо. На это раскручивается МТ и уходит. Такой расклад, да, что у Чилоксов у них два гильщика, причем довольно-таки лейтовых, это антимаг и Эмвер, ну, еще ЦК, это такой вот милечник типа инициатор, но он на самом деле тоже лейтовые способности там в той или иной степени имеет. И да и на одном каждом хейзе ты далеко не уедешь, поэтому сейчас гамбиты находятся в ситуации, что вот как только антимаг покупает БФ, все, им нужно где-то вот так, все, им нужно ускоряться. Там, либо прийти на вражескую тройку через смок еще разок, постараться одолеть антимага, либо, например, пропушить центральную вышку, допустим, тоже вариант, на вражескую тройку или во вражескую тройку. То есть где-то, вот смок, герой нажимают смок, где-то им нужно обязательно сейчас устраивать экшен, и они идут кучу. Да, они идут, да, они идут на вражескую тройку. Молнии также купил себе Эмбер Спирит и Джаггернаут в этот же момент. МТД довольно быстрые. Молнии его ловят, кстати, на Слизерин Краш. Винтерскерс не рановато ли, хотя рядом есть Марс, Арена, Копье, минус МТД. Много потратили? Да, много потратили, но вот они, видишь, они шли на вражескую тройку, а тут ниже Эмбер подставляется. Ну хорошо, если они забирают Эмбера, то еще и выше Кумени, допустим, какое-то время будет. Сверху увидели Антимага, тут же сразу же перетягивается Селедочка, она едет, 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 и Антимаг тут же отступает. Селедочка вообще по-хорошему лучше всего себя позиционировать в центре, просто потому, что она будет быстро добираться и до верхних, ребят, и до нижних там вообще очень легко ловить, катаясь по этой речке, плавая по этой речке. Но даже несмотря на это, мы видим то, что Антимаг и Шадоу Шаман они продолжают наглеть, фармят рожеский лес. Я вот отметил то, что Шадоу Шаман он всегда перед Антимагом. Опа. Ну вот, сгибают, забирают. Да, да, да. Шадоу Шаман он всегда перед Антимагом, если кто-то пойдет наверх гангать Антимага, то почти всегда этот ганг слетит от Шадоу Шамана. Хороший такой. Хорошая игра от пятерки. Или четверки. Да, мне тоже очень понравилось, потому что ты постоянно находишься, скажем так, бэбиситтером на Аладдине на Шадоу Шамане. И Антимага поймает за счет этого очень трудно. Привязка, кстати, неплохая. Змеи пошли, Пантомем. Ну, Пантомем здесь точно должен погибать, есть ли какой-то контроль. Часболт пошел при этом по Меладжу. Неплохо. Слизеринг раш по троим. Найт приходит, он неудачно получается, он у нас все еще живет. АС-баз также сейчас пойдет по Меладжулу. Меладжул погибает, Плеб его в итоге добивает. К тому же и Плеб в погоню за Афтерлайфом. На самом деле можно было и за Найтом полететь, но МТД привязочки пока нет. Еще секунда, вот появляются чайны, но фистов нужно дождаться. Две, одна и Афтерлайф также погибает. Это минус три в размен на одного Ладдина и поставленные змейки. Шикарный файт для Чиллокс. Да, вообще обычно поставленные змейки намекают, что нужно из них выбежать и драться, получая большое количество урона ни в коем случае нельзя, но это не агамбит, который просто месили свет за мес в этих змейках, туда еще Айзлос пролетел. В общем, идеальнейший расход для Чиллокс. На самом деле застапить очень сложно. Противник реально стоял на месте долгое время и туда все залетело. И очень важно, что Плеб получил еще и килл на Меладжуле. Да, да, да. Хорошее преимущество именно по героям. То есть вот там по деньгам 1 тысяча, да, мы понимаем, что это не преимущество. По минуте сейчас может быть даже 2 тысячи будет, да, 2 тысячи уже есть, но основное преимущество это то, что вышки ломают Радиенты в большей степени, чем Гамбит. И герой у них продолжает набирать свои обороты, потому что многие герои там бегают Шадо в Шамал, у них даже молния не вкачаны, да, если это конечно свертого левого. Ну потихоньку да, а чиллаксы набирают обороты. И тут джиггернаут с молниями, мы прекрасно понимаем, что фармит он вроде бы тоже хорошо, но антимакс с бфом и блинком он все равно фармит быстрее, чем джиггернаут. Поэтому джиггернаут фармить невыгодно вообще. При этом, если он там допустим будет иметь имени слэш, то антимак он почти всегда нажимает блинкаут вообще в любой ситуации, следовательно, этот о том неслэш не особо эффективен. Да и counter-spawn тоже там. Почему многих героев напрягает? Союж ловит его здесь ладин. Далеко антимак. Изблаз ты идиот, но куда-то уже так. Да, 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 очень далеко ребята находят подушку, вот он замес. А, вот, да, ну что. Вот почему Maybe Next Time так долго не отпускала Изблаз погибает Maybe Next Time погибает ладин, но в размен мелоджул точно пойдет. Пойдет же? Да, мол, нет. Два ладин. Ну, миди разобрали. Опять 400 золота. Нормально. Ой, гайруна. Стрель лаэнгра. Так, у Марса БКБ. Марс БКБ это намек, что фармить мы не будем. Ну, у него там, по-моему, БКБ-блинг, да, если мне не изменять? Не, БКБ-блинг это слишком много на такой минуте. У него просто БКБ. Да, у него просто. В общем, вот у него БКБ, это значит, что мы фармить не будем. Мы просто пойдем меситься там. Никакого айтема на разгон, ничего вообще для того, чтобы там быстро помещаться, прыгать по кампу или чтобы быстро все это дело забирать. Вообще ничего подобного. Просто Марс БКБ готов идти и бедлиться. И первая мысль, особенно у такого драфта, это то, что они сейчас просто пойдут и заберут Рошана. Потому что, если они этого не начнут делать, то черт вообще понятен. Черт вообще знает, как они будут вытаскивать эту карточку. Ну, пока аутов действительно маловато. Еще к тому же, АС Бласт становится сильнее и сильнее, да, с каждым уровнем прокачки. И АС Бласт такое довольно неприятное оружие на любой стадии игры против Интервиверны. Там уже Тегернаута. Своя палка, он тоже не особо работает, да. Там всякие статаники в будущем. Алло. Ну, вот они вышли и снова Шаду Шамана передовой. Если антимага, если вот антимага хотели найти, то придется пройти мимо Шаду Шамана и в итоге антимага находит на Шаду Шаман. Давай одного, второго, третьего. Ой, красота, один. Кин и арену впитал. Шаду Шаман красавчик. Все вот эти вот смоки ловят лицо. Это хоть очень хорошая игра для саппорта. Сам никогда так не делаю, не буду делать, но это очень хорошая игра для саппорта, потому что он как раз все для своих ребят. Заходят в рошпит, начинают бить Рошана. Под коррозией в Хейзом, конечно, Рошан падает довольно быстро за счет того, что Джиггернаут еще и палочку поставил, может, бергениться. Но, а чилок с этим ничего поделать и не могут. МТД сюда только-только начинает перетяжку аппарат вместе с МТД, но очень долго и Рошан падает, Найт получает себе оеги. С МТД идет, кстати, дальше. МТД ничего не боятся, привязал Виверну, но неплохо. У меня next time продолжение будет. Не будет пока что. Колден Брейс висит на МТД. А вот Пантомем, Колден Брейс сейчас, мне кажется, похоронил себя, дает Винтер Секерс. Он тоже не самый удачный получается. Он притягивает Пантомема, погибает Винтер Виверну. Это такое себе. То есть, он нажал Колден Брейс, за счет этого погиб, а потом еще и Винтер Секерс отдал. Ой-ой-ой-ой, Ладин цепляет Меложилову вообще неплохо. Змейка хабо закрывает, Меложилу приходится нажимать Блокембар и выходить. Поджали слегка, поджали. Но с другой стороны, потраченные змейки, это тоже не самая приятная история. Сейчас ждем замес. Нужно, чтобы гамбиты вышли и начали давить резко по тварам, играть фарм уже не вариант. Просто ребята воробили не фармят, да, то есть там Марс покупает БКБ, Эмбер будет фармить быстрее. Что касается и антимага, и если брать слетку, там все-таки по-моему тоже пошла комбинация Блинка с БКБ, ну и Хаус Найт он просто там все фармит быстрее. Минусом не слэш. Сейчас прям надо всем дружно собираться, куда-нибудь идти, вообще плевать куда, лишь бы началась драка, там можно прям по центру, может там на вражескую тройку. В общем, надо портить замес. Честно, учитывая, как идет игра, мне кажется, габиты здесь уже сложнее лестница будет гораздо. Но им просто нужно понятное дело, что им сейчас уже нужно как одно целое идти и разваливать, реализовывать Аегис. На месте Чилокс пока оптимально смотрится спидкуш, потому что принимать вот эти вот драки с блокинг-барами пока не очень. Хочется, и слотов у них достаточно, но все равно чем больше, тем лучше. Вот, и поэтому пока ребята вот здесь бегают забирать вышку в миде антимаг аккуратненько, осторожненько спидкушит иллюзиями, он, кстати, там ущет Макс, он находится в игре с антимагом. А, это хаоснайт, это хаоснайт иллюзиями, если он пушит, ну, тоже нормально. Антимаг находится на другом участке карты, он продолжает работать. Да, и под ним все это время шаман, даже при том, что они знают, где находятся герои Гамбит, даже при этом Ладин постоянно за спиной у своего керри. Он отыгрывает роли няньки. Да, бэбисейтер тот самый, прям, знаешь, вот это вот действительно такая олд дота, грубо говоря, у тебя какой-то бэбисейтер, у тебя хард керри, на котором ты всем силам играешь, какой-то мидер, который развлекает, ну, и тройка, которая просто впитывает. Это прям классика, цепляют антимага, кстати. Забирай. Не упал. Бэбисейтер не спас его. Вот, это уже хорошо. Это наглый антимаг, который позволяет спить вышку, когда он вообще никого не наведит на карте, его наказывают, это очень круто. Это сейчас очень большой брак, очень много денег зарабатывают Гамбиты, очень много экспы получают саппорты, и немаловажно, что они идут по той линии, где стоит кертовышечка, они сейчас все заберут, и это прям круто. Это прям очень круто. Они разум убили двух спидпушеров, причем такие герои, которые в принципе на спидпуш хороши, они там, хаоснайт и антимаг, они в этом отношении хорошо работают. А джаггернаут, мне нравится, чем джаггернаут занимает. Это какая-то погоня. Просто бегать за Эмбером, но Эмбер на него плевать. Ну, же Небисел джаггернаут, что-то не убегало. Владин, опять, на ладжу его отцепляет, и Владин здесь погибает. Филы все посыпают. Все, они вроде как спидпушили, но их спидпуш заканчивается медленно, верно, они слишком часто подставляют. У нас пять героев погибло, учил их за последние две минуты. Вот Afterlife подставился. На другом участке карты, но опять же в этом действительно ничего критичного нет. 14 тысяч у антимага, 12 с половиной у джаггернаута и Марса соответственно, 11 300 у Эмбера и 9 500 у троек. Гамбит и Чилакс. При этом на самом деле Эмбер пока тоже какого-то импакта жесткого не вносила. Здесь MTD, меладжу копьем не затаймил, в итоге MTD начинает его бить до конца. Нет, не пойдет. А вот меладжу, да, здесь тоже нужно не заиграться, потому что подставиться еще под одни чины, придется скорее всего какой-то блокенбар нажимать. А рядом уже есть Винтер Верный, вот так нужно улетать. MTD! Арена Кюрс! А, не затаймили. Блонушка наоборот все сделать. БКБ нужно, БКБ, а ТПА вот правда нет, придется драться до конца, меладжу улетает, его привязывает MTD. Какая же долгая драка получается MTD, но меладжу здесь под сейвом от Афтерлайфа еще и к тому же не успевает на ремнон улететь MTD и он погибает, например, спереди здесь цепляет Оуна, да, шейклы имеются, Плеб летает, минус, Рубик должен быть, Омни Слэш пошел, Оуна пытается расконтролить иллюзии, получается стан еще и к тому же прыгает по джайгеру, хекс, шейклы, а почему бы не побить джайгера, а почему бы не побить джайгера, у него эггис кончится, только что буквально Найт начинает бить его потихоньку, Плеб, Омни Слэша нет, Кюрса нет, больше ничего нет, Найт просто пытается уйти, у него шардовый Блейд Фьюри, он уходит в леса, но тут же змейки ставятся просто на вижен и Найт погибает. Гамбиты слишком много его хотят. И то, и тут, и там. Да, 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 они очень много вембера отдали, они отдали арену, Винтеркюрс, туда еще все-таки прибежало, и они еще хотели снизу покарать антимага, которого противает команда, здесь, конечно же, пожадничали гамбиты, если бы они просто убили Эмберспирит, они уже были бы в огромном-огромном плюсе, снизу достаточно было просто как-нибудь там аккуратно спамливать, но, но Нивэй все равно такое маленькое преимущество на тысячи голды за нее все еще присутствует. Да, так на 27-й минуте это прям минимальное, наверное, самое преимущество, которое может быть. Да, Чиллоксы очень круто делают то, что постоянно устраивают драки в разных частях карты, они не идут драться 5 на 5, где будет очень эффективен там какой-нибудь Гагнаут, Винтервер, на арену Марс, они туда вообще не заходят, они просто занимаются тем, что заставляют драться их 2 в 2, 2 в 3, и вот в таких драках уже антимаг, ну, почти все герои, так как она прощена, все эти герои чувствуют себя получше. Они больше заточены на то, чтобы воевать против одного героя. Вот и гамбиты у нас вот в очередной раз. Ситуация, где верх пропушен, боковая линия пропушена, не могут никуда выйти незамеченными, да. Человек, так плеб, плетает вновь Рубика, но тут же есть вышка, никого не видят, но это походили. Кекс получает антимаг, есть арена, копье, айсблаз залетает, но антимаг выживет, лип, плеб, нажимает контрспейл, блинг и уходит. Выбил арену. Вообще было близко, потому что отлетели, но все равно. Так вот, они не могут выйти незамеченными, единственный их вариант, это надеяться, что челексы будут прыгать в них сами, как вот, например, сейчас их сделал антимаг, еще в шаман, единственная их надежда. Ну, или даже что вот Эндер вот так вот будет наглую фармить фазу. Хекс, а зачем-то храна Хекс-то, Оунет притягивает, но здесь, ладно, авторлайф еще есть, и Оунет попытался Союжа забрать, не получилось, Союж выживает, а он при этом погибает. Да. Да, еще и Трикернаут, Найт идет в погоню. Нет ни одной причины челексам вот переходить через реку, вот ни одной. Вот отпушили линию аккуратненько и просто фармим свой лес. Вон там, я смотрю лес челекс, у них вообще весь лес свободен, там баунтиру наваляется, просто идем и смело фармим. То есть нет ни одной причины переходить именно вражескую реку и заходить на вражескую территорию. Достаточно просто толкать линию через реку и фармить свой лес. Все, это все, что им нужно в этой игре, просто чтобы качаться еще раз. Ловят, Клодин, опять же, забирают очень быстро в интервью Верну, кстати, через Монавоид, пытаются здесь антимаг драться против Афтерлайфа, но уходит, понятное дело, потому что он по бэким барам, а здесь его ловит Джаггернаут и последний скачок был по аппарату, за счет чего Плеб выживает. Повезло. Вот они еще разок перешли речку, решили еще разок подраться со Сладлером, который просто врубает БКБ, как мы видим, довольно-таки крепко наваливает по антимагу. Там еще и Джаггернаут оказался в весьма удачной позиции. В общем, Чилокс не доигрывает своим драфтом. Если бы на их месте была бы любая другая команда, которая бы очень хорошо играла в спитку, то здесь бы уже у Гамбитов не осталось бы шансов так нормально. Каждую минуту Чилокс дает шансы. И теперь у нас у Чилоксов есть определенные проблемы. у нас гулял Джаггернаут, да, не понятно, что он тут делает один, хорошо, просто, ну ладно, он просто отъезжает на ровном месте. Но, 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 там у Гамбит появляется демедж не только в Джаггернауте, но и демедж медленно, наверное, появляется у Марса. Там вентилятор, по-моему. Да, да, Дизолька, Дизолька, БКБ у него уже точно имеется. Ну, вот как можно на Джаггере вот так вот тоже неаккуратно играть? Одному быть по Т2, находясь через вражескую тройку, без вардов, без вижены, вообще без всего, так что через вражескую тройку приходит герой противника. Фит, это низкий уровень игры. Человек следует вперед, Миладжул, цепляет Ладина, на хайграунду его завозят и погибает очень быстро, что это шаман, контроля не будет, змеек не будет, нужно по коре не играть, МТД ловит еще и Хекс, МТД ловит арену, копье пока не следует, Плеб, Плеб сюда ворвался, но с кем он будет драться-то, с кем ты будешь драться против Слардара, невозможно драться, его еще и пригвоздили, забирают антивага просто вдвоем, Марс плюс Слардар и еще и ловят на Хекс вновь Рубик МТД, Винтерскерс пошел и забирают Эмберспирита. Короче, тот, кто переходит речку, он падает уже, который вас убеждает, значит, Джаггер перешел речку один, его развалили, Чиллаксы перешли речку, даже несмотря на то, что там Жгернаута валяется в таверне, они проиграли драку четырьм героям, короче, тот, кто переходит речку, пока он без вариантов отлетает, вообще без вариантов. Да, это, конечно, это вообще очень странная игра, потому что у двух коллективов драфт, который может драться неплохо, ну, антимаги. Чиллаксам не надо драться. Чиллаксам, да, им не нужно драться, пока у Чиллаксов не мотейбе сфула на антимаги, я бы вообще никуда ничего лучше. Никуда, не ногой. Да, это правда, я тоже вот все жду Башер хотя бы, а он там, по-моему, Баттерфлей варит на антимейджах. Так вот, я хотел еще отметить, насколько Рубик полезный против Шедоу Шамана. Да, ты варишь любой контроль, и у тебя по итогу и Хекс, и еще сверху Телекинез. Ты можешь в контроле держать очень долгое время любого героя, потому что здесь контрспел, даже если ты в контрспел условно там две секунды выигрывает антимагу, а остальное время ты все равно все можешь провести. Скрываться от этого нечем, разве что линкен сферу какую-то условную покупать, или вообще Блокимбар антимаги. Вот, Чилксы сейчас подрались в большинстве против четверых, они драку проиграли. Да. Где-то, возможно, кто-то из них задумался, блин, мужики, что-то у них-то замес крепкий. А сейчас не только замес крепкий, сейчас еще и денег много у Гамбит, и параллельно ребята забрали Рошана с Эггисом. Они их с Джиггернаут развалили. То есть там как бы с селедкой напинала под Коррозив Хейзом то там вообще будет беда. Поэтому, может быть, все-таки пара хватит нам идти драться, да, может, пора завязывать, может, пока вкачаемся, ну, если такая возможность. Подумали такие Чилксы, но уже поздно, да, потому что 11 тысяч голодей преимущество, телевочка имеется, Гамбит находится рядом с Ражерской базой, у них палка Джиггернаута, которая прекрасно лечит, при этом еще забирает оборачивание, который был бы хорош против этой палки Джиггернаута, но им придется в этом случае тратить бэбэк. Появляется Кираса, которая существенно увеличивает любой ДПС Гамбит, и теперь каким образом Чилкс выигру драку я не представляю. Драку выиграть почти нереально. С таким перевесом по деньгам и Сайгисом. И все, они такие, что-то бегают, гуляют на слайпазе. И... поздновато. Да как же поздновато Чилксу конечно не делают. Уже. Ну вот, выбор с Кади. Классный, классный предмет, когда он после хоть какого-либо контроля. Да, тот же самый Башер, но очень важен в этой игре против Джиггернаута, против Страдара. Ну, в плане демеджа это 25 локс. Да? Ну да. Полку от них. Но это мало. И сколько бы он там ХП себе не набирал, наша уважаемая ХП-шка ставит по-прочему количеству. Машиманечку уже все. Давай, Марс, прыгай. Вторую, первую, поехали. Марс, давай. Оп. А, бросал. Так вот, и сколько бы он там ХП себе не набирал, он, ну, если он будет соревноваться по хитпоинтам, он проиграет просто из-за Карлзу Хейзена. Поэтому его задача это прыгнуть кого-нибудь, что-то, Рубика, например, Рубик цель номер один, Винтервер, ну, это цель номер два, просто чтобы сначала резать саппортов, а потом уже, когда они останутся в численном большинстве, добить их остальные. Вот, Скайди, вот айтем, который, он вроде бы и есть, но импакт, честно говоря, от него пока вообще нет, он покупается и потерфляет уже хорошо, но там у Джиггернаута с его фармом, скорее всего, прямо сразу появится Манки Кинг Бар, ну, или ответ у потерфляни. А, он вообще молнию решил купить, поторопился. Да, молния, мкбшечка нужна, ну и надо заходить, а они что-то так вот, что-то так вот гуляют, разведу территорию, нужно позаходить, все, арена есть, Винтерскерс имеется, знает большой, Аегис еще минуту, предпоследнее, тир-2 вышка падает, здесь еще на топ-линии, мтд отпушит, неплохо пачку, кстати, знает, за счет этого сейчас побьет, тир-3 тавер, но скоро бэкдор, он опасный, ну, выпили, ждем следующий заход, там вроде как, антимакс старается, крип скипнуть, да, вроде как у нее это получается, но, крипчики заходят, а, нет, снизу пытаются подцепить, эмберс, смотри, заход, нет, не, касались, это ингейм, так, а тут, айсбласс, езжает, неплохо, Рубика могут и потеряют, на самом деле, здесь баш срабатывает, по эмберспирит, эмберспирит сразу же уходит, врывается, плеб закрывает, все-таки Рубика, тем временем, мэйби, next time, также погибает, плеб дерется, но он один, он абсолютно один, и по нему работает, он не слэш, минус плеб, вообще идея была хорошая, да, только революция подключала, то есть, нужно не одному прыгать, надо всем прыгать, то есть, кому-то нужно отвлекать на себя противников, а так, антимакс порвался, один в пять, он двоих забрал, красавчик, но сам же отъехал, и он без ББ как-то, но с другой стороны, заходить, пока не собираются гамбит, аегис там скоро закончится, саппортов нету, опасно все равно, зацепа не имеется, а вот Чилокс, они наоборот не боятся, да, там есть ключевое, то, что мана нет, мана нету гамбит, поэтому Чилокс, он бы успеет подраться, пока отсутствует мана, у Марса, как в виде ул, да, они не успели, да, там Марс, по-моему, герман какую-то рун собрал, рун регенерации, похоже, ну тогда может быть Чилокс что-нибудь подвардит, вот один вардец у них имеется, Джаггернал сейчас будет выходить отпушивать центр, но он остарок, он, да, вот так вот, через вертушку отпушивает, и улетает, максимально безопасно, слушай, но каты выжили, можно попробовать Т2 побить, хотя, опять же, саппорты уже веснулись, поэтому, я думаю, что этим Чилокс заниматься не будут, 30 секунд подождут антимага, и дальше будут пытаться гнуть свою линию со сплитпушем, там бот очень сильно, горит, и прилетел туда МТД, нормально, Afterlife, огромный Слардар получается, Кираса, БКБ, 3 700 хп, сверху еще Аганим, и он может драться 1 в 11, магам вообще, без каких-то трудностей, ну так в случайном БКБ, ой-ой-ой, а я здесь кудри, Владина забрали все время, как же они, вот, сплитятся по карте, странно на самом деле, то есть, МТД здесь где-то ловят, под ним никого нет, хотя это тоже, ну, мув, который можно было бы прочитать, ой, его сейчас еще и, нормально посадить, мув. Марс 1, он просто подгоняет, да. полетает, мембер, Леп отпушивает центр, Ладина ловит где-то в лесу, там, Оунет отпушил вверх, они пытаются крепскипить, они пытаются выиграть эту игру, ну, а вы можете точно, даже не пытаясь, но пытаясь, так сказать, кликнуть на баннер под нашей трансляцией, от наших друзей из венлайн, и получить 2000 рублей, а бонусом, при бетом, поставить их, например, на эту игру, либо следующую, у нас сегодня много игр, на самом деле, у нас параллельно, там, Оредо Тандерс, по-моему, играют против сухариков, мы в очередной раз не увидим, как они играют, Оредо Тандерс? Да, 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 они все стараются пробиться, Малютки так и не попали к нам на экран, но никак, да, никак не получают, но, вот сейчас чилоксы, они, вот, хотя бы молодцы, что стараются как-то, ну, сильно не отставать, да, то есть, понятное дело, что гамбиты, они все равно набирают свое преимущество, из-за того, что зачастую чилоксы возвращаются на свою базу, и им, кому-то, приходится жертвовать своим фармом, чтобы отпушивать вот эти вот самые линии, естественно, бараки, но они уже играют, вот, в какое-то подобие спидпуши, где продолжают все дружно качаться, да, но момент, что пока не учились играть вот в это подобие спидпуши, они слишком много раз фиданули, и противник уже так хорошо вкачался, там, вот, мы видим, Hypernaut 22, Mars 22, Slarder 19, что вот этот House Knight со сложного, у которого 16к, он уже, но он уже, как бы, слаб на общем фоне. Поэтому теперь только какое-то чудо поможет. Миракл? Да, 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 тот самый. Вот, кстати, если бы Миракл на антимаге здесь играл, он бы ничего не сделал с такими фидерами в его команде. И, к слову, Джаггернаут купил МКБ, все, вот теперь у Джаггернаута есть необходимый ресурс для того, чтобы развалить антимага, и даже велика вероятность, что если они просто будут бороться один в один в один, там, он просто огромнейший, что Джаггернаут за счет башера, он его просто перебьет, за счет башера, постоянно башен антимагу, атака спиды Джаггернаута огромный, у него там еще свои криты имеются, и... Абдерфлян не особо эвклина. БКБ. БКБ у Плебо. Будут стараться, все-таки, понятное дело, принимать драку. Аганим на Слардаре появляется. Аганим на Слардаре очень сильный. Очень сильный. Очень сильный. Да, по 10-балль на сколько? По 10-балль на сколько? Я бы сказал, наверное, на 8 где-то. Начнем очень сильный. Подожди, ну нет, почему? Это довольно сильный. Аптедим. Есть БКБ, влетает. Уф. Это здесь срабатывает. И БКБ тратит Марс. БКБ арены нет. Да, я думаю, что там уже 6-ти секунд, и, скорее всего, он уже много раз не поможет. Тем не менее, кулдаун 60 секунд, минуты без БКБ, какое-то время хотя бы можно выиграть. Своей командой. Но то, что они добираются до Т3, это хороший знак для Шадо Шамана. Потому что, если вдруг в один момент Шадо Шаман доберется вместе с Эммер Спиритом, а там где-то еще начнется дворушка, то вариант попробовать Змейками развалить. Блинк. Блинк, мужик. Мой Блинк. Аганим его не видит. Ну и ладно, и он ушел. Прошел. Минус ульта ЦК. Не, фантазно. Там Эммер без андиска, поэтому ему лучше не показываться. Вообще, ну, дворитесь сюда снимать. Там антимага нашли? Там нашли антимага, но антимаг уходит. Короче, в Кейс я бы снимал вообще, короче, в Кейс, в такой ситуации, да, он шпалит вообще все передвижения и так далее. Ну ладно. Не хочет, как хочет. Ну и сразу же ребятки перетягиваются. Перетянули, сейчас отпушат линию снизу, потом троечка. На самом деле, такие игры немного утомляют, мне кажется, самих игроков. Во многом. Ну, и Чилакс, и Гамбит. Ну, смотри, тут просто... Просто бегаешь вверх, вниз, вверх, вниз. Ну да, монотонно. Для Чилакс у них игра простая. Они увидели Гамбит сверху, побежали вниз. Они увидели Гамбит снизу, побежали вверх. Они сейчас так делают, да? То есть первые 20 минут игра, они как бы, о, вижу Гамбит, побежали в них и все дружно отъехали. Особенно тот переход через речку мне очень понравился, где-нибудь там все дружно упали. Ну а сейчас вот они хотят попробовать. Дружно упасть в Рашпиле. Да, очень хотят. Рошан появляется, он начинает выбить Найт, пока без коррозии в Хейзе, при этом антимаг продолжает сплитпушить бот и центральную линию, смещается, ловит Рубика тем временем на центре и Рубика там закрывают, при этом Рошан падает. И его забирать нечем, он не успевает, ремно, да ремно. Найт спрыжок, вот он упал. Вот он упал по собственному желанию, то есть он даже, даже и близко не в тайминг подошел для того, чтобы забрать, решить там соборовать с Рошана. При этом было видно, что Гамбиты были готовы, там Джаггернаут Ловрем подробил вертушку, Марс заранее поставил арену и не было ни одной причины прыгать в Рошпит, вообще ни одной. Потому что у противника все необходимы ресурсы, чтобы поймать этого Эмбера и его, пожалуйста. И Аегис, и Эмбер Пакси. У него была надежда, возможно, какая-то, что он сможет украсить Таэр. Да она у всех есть. Я там, ворвусь там. Там стоят два героя, они знают, где стоит Рошан, они вообще все знают, ко всему готовы. Я такой, да я сейчас на скиллухи, вот он в таверне валяется. Так, Найт. Все равно Аркейна. Ворует ее антимаг и уходит в центр. Ну, кстати, сейчас с кулдауном Blink-Up 2.4... Надо сбегать ему. Он бегает так по центру, знаешь, в точке, где проще всего его поймать. Паш, срабатывай, станчик. А, он умер. То есть он просто бегает по центру, он прыгает в центр, и он оттуда не уходит, он продолжает там бегать. То есть он просто прыгает в центр, продолжает бегать по центру. Центр это точка, где проще всего принять, потому что откуда бы, ну, откуда бы и куда ни бежали герои, вот в центр, ну, как, ближе всего, вот. По всем показателям. Ну, он просто падает. Это просто необъяснимый мув от антимага, ладно. 70 секунд без него. Есть байбэк. Он это нажимает, фантазм притягивает Найт, нажимает Black King Bar, как-то не видится. Есть байбэк также, но БКБ нет, фантазма нет, врывается MTD, привязывает Джиггернаута. Дальше есть еще один Ремнант, но пока на этот Ремнант не прыгает. Найт пытается убежать, но у него Иггис еще, к тому же имеется. Союши вырубает Плеб. Неплохой минус. При этом Афтерлайф врывается, Алладина закрывает очень быстро, но у него также байбэк имеется в наличии. Maybe Next Time тоже есть байбэк. И все байбэкцы из команды Чилокс, MTD продолжает драться, не привязывает его с Литтеринг, крашем Плеб пытается драться один в один против Найта, но это невозможно, потому что Найт уже слишком огромный. Замейки ставятся, Шейкл пошли, тем временем Оланд вырубает, верно-верно погибает, Плеб прыгает дальше в Афтерлайф, Афтерлайф, и привязка по нему работает, Монавод пошел, Афтерлайф пытается забрать Плеб, один в один, Слардар против Антимага, и все-таки Антимаг выигрывает эту дуэль, Меладжул также погибает, Найт после Аегиса возвращается, крутиночку нажимает, Maybe Next Time без байбэка погибает, при этом MTD на ремни плети пытается найти Найт, пока прячется в деревьях, Хелимвард поставил, также Слитфлэш, неудачный Оланд, а вот Омни Слэш уже довольно неплохой, работает по-двоим, MTD закрывает Найт, триплкил Оланд, остается вместе с Антимагом здесь вдвоем, Пантомем закрывает Оланд, без байбэка ЦК погибает, Лев прыгает, куда же ты прыгаешь-то, ты без байбэка, братан. Если он захочет, он развалит, там у ХП бегать, Антимаг бегает, без ХП. Давай, 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 дружище погибай. Давай, Лев, сейчас все получится. Нужен башек. Все получится обязательно, моноблотик, кстати, неплохо, Найт, погибает Пантомем, MTD привязочка, Гернал все еще стоит, без маны Найт, нужно кайтить. Да, да. Ай-яй-яй, баш! Башек прокнул, нормально, башек прокнул. это такой роф, и все типы антимага, но антимаг, антимаг, да, антимаг, это, бюре хорошая, но на нем нужно уметь играть, нужно прям чувствовать, вот, моменты, и лучше не доводить ситуацию такого, что, например, противника прокает башем падает, а если у него башни прокает, то он падает, и такого лучше не доводить, потому что после такой турецка, ну, что-то на уровне казино. 5 байбэка, кстати, было. Они проиграли, они проиграли даку, с 5 байбэком, и давно я такого не видел. Ладно, чиллок, сегодня нам решили устроить мем. И мне вообще понравилось, как вот стоит Кнайт, у него фулл хп, у него вообще есть почти все ресурсы, и в него просто въезжают герои, у которых там по 20-30% хп, и он там в один момент чуть двоих не убил через умни-слэш. Ой, так, ладно, гамбиты возрождаются, Марс появится через секунду, буквально. А что там, Эбисол есть вообще на это? Будет там, как готовится? А, да, все есть. Да, да, он уже там. Суислинг пошел с АЮж, там, кстати, подвязывают МТД, МТД, но есть Айон Диск. Это хороший размен. Эбисол ВН Диск, Эбисол от кулдаун, все быстрее. Да, кулдаун, все же, 5 секунд, да, там Эбисол 35. И со следующего Эбисла, он просто въезжает, убивает его. Так, вторая сторона падает, у Чиллокс, остается третья, последняя, финальная сторона, которую как-то хотелось бы поддефить, но плеба нет еще 30 секунд. Оунет выходит, конечно, МТД здесь не привязывает Афтерлайф, он нажимает Слизен Краш. Эффектом воды, конечно, попроще. Оунет, есть танчик, арена пошла, ну и можно забирать последние бараки, просто, понял. Вступить, стоять бараки, да, БКБ еще нажимает Мелоджу, и под эффектом Дизолятора барак, конечно, падает очень быстро. 10 секунд до плеба, можно отступить, мега-крипы имеются, но Чиллокс, понятное дело, команда, которая будет у нас играть до конца. Этериал на мейденекстайме, на аппарате, мейе дастカouter. Никак вообще ничего заждают. Да, я знаю. Подфункциональная зодержа водка, особенно против 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 игронала. Блеб рапиру хочет. Ну, кст аппарата, как вариант, возможно. Ему не поможет, ему не поможет. Да, какой-то демэмэдж, какой-то фокус, да. Без фулбас, слардера, там вообще без варианта. Хотя да, им вообще ничего не поможет. Сейчас будут пытаться что-то сделать, но с базой большая вshaped не упасит. У documenting слишком Хороший кетч, любой, кто посмеет выйти с базы и отпушивает линию, просто получает на лицо Слардера или Марса, и моментально отъезжает. Джайгер прыгает под Блейд Фьюри. Самое время подвести итоги и найти что-то хорошее в рядах Чиллэкс. Единственное хорошее, что я нашел, это Shadow Shaman, который ловил все смокганги, когда шли гангать антимага. Но после того, что делал антимаг в этой игре, Shadow Shaman такой думает, блин, лучше бы я этого не делал. Он такой думает, лучше бы, ну, в принципе, я вот так всегда думаю, когда вот играю там где-то. Лучше бы он фармил себе сам шли слотов и с двумя пачками змейка имел хоть какие-то шансы дойти до базы противника и снести трон. А здесь, ну, здесь антимаг очень слабый, то есть на него очень долго играли, ему создали комфортные условия. Он там долгое время в своей команде был топ-1, на карте он был стабильный топ-2, Верлиггейм потом вообще был топ-1 и антимаг вот в этой игре я оправданий... Ожиданий не оправдал. Да и оправданий ему маловато. Ну да. Теперь что, ждем. Гамбиты просто подождут. Допустим, подождут хорошие руны. Какой-нибудь там... Дуде на джаггернауте. Там вообще наизичек минус 2 делает. Рошанчик, да. А вам посты захватит. Вон, то есть, кстати. Байбеки, кстати. Байбеки. Контроль-карты максимальный, которые возможно... Ну и байбеки, я думаю, сейчас самое главное, чтобы... Они их просто дофармли, потому что... Гамбитам нужно дофармить 2 байбека, 1 и 1 на рубике. А у... Чилокс у них байбеков не будет в ближайшее время, поэтому... Просто забиваем 2 байбека и идем драться... Делаем байбеки и заканчиваем игру, допустим. Одинный вариант. Ну что, Плеп, пора? Да, пора. Крапира. Появилась. Нинджагир. Ну и... Нужно смок. Последние надежды, получается, какой-то. Потому что вот так посидеть на базе, конечно... Они в теории могут. Они не могут смок, потому что... Базу снесут. Ну да, да, да. Это тоже правда. Так, здесь Найт выходит вперед. Минус хит. Он тебе мог бы считать. Так, Сентрик ставится. Опс, также поставили. Весь вижен имеется. Подцепили антимагл один. Успевает дать хекс. Плеп при этом врывается. Пантомема. Не находит пантомема. Свиф-клэш пошел. Плеп неплохо дерется. Втроем. Втроем его пинают. Но он уходит. Он пока уходит. МТД получает Виндерскерс. ПКП нажимает. А Йон диска не имеется. Он уходит на ремнонти при этом. Он подставляется, но он здесь никуда, конечно. Они лишь по одному вошли. Сначала вошел антимаг, подрался один с тремя. Потом вошел антимагл, пытался забрать саппорта. Ничего не получилось. Где-то там бегает ЦК неожиданно. Мужики с вами. И он тоже по итогу сражается один в три. Такой дисциплины нет. Они все ван бай ван делают. Рошан пойдет. На этой карте. Рошан появился. И Рошана забирает пока Виверна одна работает. Рядом еще вот он подходит к Меладжу. Ай, в Рошане там лежит уже все, да? По-моему, это четвертый Рошан. Кстати, антимагл бежит с моей смоки. Есть Вижен. Не знаю, где забирай. Ай, блин! Ай! Он упал. Как же это обидно. Это печаль. На НКГ. Все-таки, все-таки гамбит дожали. Как я люблю говорить, нырнул рыбкой. Нырнул рыбкой, да, нырнул. Да. Рыбкой он нырнул в миде по речке, когда он просто решил погибнуть на ровном месте абсолютно, где можно было спокойно уходить на маньке. Он решил, что зачем? Я побегаю. Я побегаю. Я просто попрыгаю на антимаге. Что-то было, ладно. Я думаю, на повторах мы это еще посмотрим, потому что момент, конечно, очень странный сам по себе. Да. Ну, Филакс мы хорошие стороны выделили. Клодин. Да, да, да. Это единственная хорошая сторона за всю игру, которую я выделил. А у гамбит было очень много хороших сторон. Ребята, они вовремя собрались и начали давить все дружно своим тарафтом так, чтобы форсировать драки. Ну и другие хорошие стороны, естественно, выделят наши студии на литике. Потрясающая игра. Такая классическая игра с антимагом, где он всегда немножечко не готов драться. Ну, прикольная серия получилась. Куча киллов. Опять у нас антимаг. И сколько там? 80 фрагов. За 60 точно было, да? Бесконечные драки какие-то. Но немножечко где-то чего-то не хватило. Эмбера немножечко не хватило, я бы сказал, в этой игре. В итоге нетворсы. И нетворсы его, да. Эмберу побогаче. Сборочку немножко другую антимагу. И, наверное, все бы получилось. А тут просто реально один антимаг не вывозит. Мне кажется, даже шмоток не хватило. А какую сборочку другую? Ну, контроля побольше хотелось бы. Ну, он прыгает как бы. Там люди БКБшки нажимают. Ребят, я пошел, все, мои полномочия. Там проблема, если антимаг играл против таких героев, как аппарат. И так далее, да, было бы... Ему кайфово, он там один бы всех убивал бы. А тут Рубик, Винтера Верна, Слардар. У тебя просто ничего не работает. Марс, опять же, да. Очень крутой пик вот этого Слардара был. Именно на последнее, да. Потому что если бы они Марса поставили в оффлейм, и на мидл пошел бы. Ну, какой-то дефолтный персонаж. Типа, не знаю, квапа какая-то пошла бы. Тогда бы антимаг здесь вообще чувствовался идеально бы. Два суппорта и Марс всего лишь против тебя там работает. На таком раскладе, когда почти каждый герой имеет дизейбл на тебя, плюс еще в дальнейшем и Джаггернаут, да, собирает обисел, тоже против тебя очень хорошо работает. Когда в драку запрыгиваешь, ты практически вообще не бьешь. Тебя башут, 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 башут. Вообще ничего не решает, никакие артефакты. Поставить антимага против Джаггера не такой плохой был. Антимаг даже очень хорошо начал. В рамках линии это работает. Ну, как бы очевидно, Джаггернаут раскручивается на тебя, ты делаешь просто блинк и все, и как бы... Он тебе ничего не делает. На кулачную тебе даже выгони разминиваются, а Джаггернаут всегда без маны. Тебе не коснуть нельзя. Арктик Бёрн нажимается, и все, ты сразу отходишь, просто обвлековываешься. Без Арктик Бёрна верно не сильно. Жестко, жестко здесь, конечно. И Афтерлайф этот убьют, насколько я помню. Да-да, добьют его здесь, но тут как бы тот момент, когда Чилок смогли реально идти давить. Гамбит были просто слабее, но... Они его пустили, инициативу, если можно так сказать. А здесь уже момент, когда, по-моему, развалится сейчас Чилокс. ЦК не было видно, вот и вот этого персонажа. Жадноватый как-то. То есть не хватило, было Эмберное развлечение, и ЦК тоже нужны были шмотки. Короче, так пока ЦК не на кэре, смотрится как полная фигня. Единственного ЦК, который я помню, который разваливал, он вчера был, да, который фармил в легкой линии, у него было много шмоток, он там с блинком врывался, кайтил там иллюзиями, вроде отступает, иллюзии остаются, он блинкуется обратно, сразу реалити риф, там ваншот буквально саппортов, и это круто работает, да. А здесь ЦК не рыба, не мясо. И лил хлеб. А вот здесь антимаг подкрался со спины, Рубика убил, но потом подраться не смог, опять дизейбл получил, и тут Эмбер залетел и умер. Красиво. Да, ну много таких было, много смертей уже, 51 килл, да, получается, 61 килл вот уже на дабло, и игра еще не заканчивается при этом. Ну там сторона, как бы, предпоследняя падает, точнее, только. Ну, как бы, активная дота, классно, много фрагов, но мы просто, тут просто уже ситуация, когда точка невозврата уже пройдена, мне кажется, ну, что человек здесь никак не вернулся уже обратно в игру, этим антимагом. Лодайн еще очень круто отыграл именно вот с начала игры, он всегда сканил для антимага, да, ходил, ревелил эти все смоки, выходы на него, опять же, прикрывал там, если на нее запрыгивали, и антимагу дал огромное вот тут спейс, время, да, чтобы он пофармил, и его не убивали, чтобы он-то верный сидел. Из-за этого, от этого могли они отталкиваться, потому что работа была хорошая, проделана от пятой, пятой позиции у команды Chillax, но, опять же, и этого тоже не хватило. Да-да, у них вот не синхронные вот эти драки все происходят. Опять же, Shadow Shaman мог там ворваться в кого-то, не знаю, в ЦК, как-то с подветрами зайти, там, поконтролить эту Винтеру Верну, потому что ворвается антимаг, или Ember Spirit ловит ульту Винтеру Верну, антимаг рвается на второго, там, Cold Embrace. Битва мемов какая-то. Тут порты не работают, никто не работает, в общем, как-то рассинхрон полный. Я просто боюсь, что Серега там нормальная, такая хорошая, плотная аналитика, а сейчас я смотрю, какой мем происходит на экране, это так смешно. Ну да, тут драков, которые все байбэкнулись. Это примерно как последняя карта, которую мы вчера с Тамбой катили, без того же разряда, да. Происходит некая возня прямо на экране, вот. Битва мужиков. Ну вот, собственно, вот, 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 о чем я говорил, вы говорите, какая сборочка. У Джиггернаута элементарно башер есть, Эбисхолда есть, а у антимага нет. Вот он прыгает, такой, я готов вносить демеш с рапирой. А, а, что-то урона нет, и нужно бежать. А как бы там у всех БКБ тебя бьют, ты такой, ну что-то, ну все, мои полномочия закончены на этом. Ну ладно, это, я уже придираюсь, простите. Не, башер действительно очень хотелось взять. Все-таки против Джаггера башер, который в крутилке... Да, против любого героя просто элементарно. Ты, особенно в лейте, каждую секунду контроля просто на вес золота, потому что БКБшки коротенькие, да, там, условно, секунду лишний герой постоял в Блокингбаре, тебе уже проще его убить. Стань, имеется в виду, в Блокингбаре. Хотя бы не башер, можешь там, если ходишь в башеру, возьми нули фаер. Ну что-то, ну что-то, ну рапира это не то, что тебе нужно. Рапира, ну, герой не тот. Ну, то есть антимаг это не тот, не тот, не под рапиру герой вообще. Вот. А так неплохая игра. Ну, чилоксы могут бороться, опять же, против Гамбит. Я думаю, на следующей карте должна тоже быть. Неплохая борьба. Ждем антимага. Еще одного. У них стабильно антимаг на каждой карте в последней. Да, да, да. Антимаг. Нет, ну, если у них будет чуть побогаче, посерьезней мидер, да, пока там антимаг фармит. Послабее суппорта нужно, чтобы он был побогаче. Вентаверный ролик закрыли. Либо так, да. Я к тому, что просто к моменту, когда антимаг придет, у тебя еще мидер будет примерно с таким же нетворсом, но чуть меньше, то шансы будут хорошие. А так антимаг, к сожалению, соло здесь вообще ничего не было. Джаггер, Аганим, Шарт, Свифтблинк, Грейжные Молнии, Эбисал, МКБ, все есть. У антимага двух слотов нет, но, я так понимаю, он... Один из Крапира, а второй, я не знаю, что там было. Дабыч, может быть, да, поменял. Ну, как-то скудновато, скудновато. Даже если бы у него было пять слотов, тут еще Шарт и Аганим сверху. Ну, да, да. А тут вот Эмбер тоже. Маловато. При том, что рефрешер у него вроде бы под конец появился. Сильный все равно. Все равно много урона. Но у него рассеянный урон, опять же, за счет Фоэмгварда, то, что ты врываешься. Много. Ну, много артов у Эмбера. Вот, в принципе, если посмотреть, много. Но вот по этой игре ему хотелось еще, потому что тут в целом ему не хватало. У него долгое время был там только Аганим БКБ и андиск. Хотелось еще, хотелось еще больше. Аганим съеденный был с Рошана, еще что-то вот добавить какой-то. Да, вот тот же пораньше рефрешер, там еще доп к этому всему что-то прикупить. Ну, вот он флейнеры. Ну и мясо слева вот это вот. Мясо. Мясной конь. Мясной конь. Канина. Тройка ЦК. Я хейтер тройки ЦК. Вот, полная фигня. Полная фигня всех контритонов. Если помните, это тот Цент Кинг, который умирал постоянно. И который потом в какой-то момент раскастовал и убил всех? Нет, сначала он играл на Цент Кинге, там одна из предыдущих серий. Вот. Ну, в общем, торговал лицом, умирал, и команда 4 на 5 просто выигрывала. Потом он отыграл идеальную игру на бейсмастере, просто идеальную игру на бейсмастере, и потом опять Цент Кинг. Ну, кстати, аппарат неплохо отыграл по итогу. То есть, несмотря на стату, ну, стата для пятерки это нормально, то, что у тебя по смертям все много, но по урону прям прилично у него, если посмотреть. Ты и артов насобирал. Да, тоже нормально. Тут все прям с артами. И даже налечил. Какое-то лечение. Вот такая получилась первая карта, бодрая для начала игрового дня. Давайте прервемся на небольшую паузу и вернемся ко второму. Лилп-лип!